Недавно на улице встретил случайно одного человека, уполномоченного, который, как я понял в разговоре с ним, ничего не знает, ничего не слышал, но кто-то ему сказал что-то обо мне, показал на меня рукой. В общем, он спросил, проходя мимо, зачем вы это делаете? Я его тоже переспросил, что именно? Зачем мутите воду? Что значит мучу? Зачем мешаете работать в правлении? А как я мешаю им работать? Что я такого делаю? Он помолчал, обдумывая, явно не зная, что сказать. Вы отвлекаете их от дел. Как можно человека отвлечь от дела? Если есть дела, то он их делает, а если нет, тогда он только может отвлекаться. Нет, вы компрометируете правление. Все о нем начинают плохо думать. А чем же я компрометирую конкретно? Назовите. Ругаете его, говорите всякие пакости. Пакости? А вы видели все мои видеоролики, в которых я якобы говорю пакости? Нет, я знаю, что по компьютеру что-то показывают, какое-то кино, но я его не смотрю. А как же вы будете голосовать на собрании, если вы ни в чем не разобрались? Ведь от вашего голоса зависит судьба садоводов и всего садоводства. Он махнул рукой. А я буду смотреть на Кобзарева, говорит. Как он голосует, так и я буду. Он не подведет простых людей. А вдруг он сам не разберется в правоте и проголосует неправильно, и будут нехорошие последствия? Вдруг он сам ошибется? Нет, Кобзарев не такой человек, был ответ. Мы еще немного поговорили о разном. А у меня в голове застряло одно. Как все-таки доверяют человеку 25-25 лет, это четверть века, тянущему садоводство. Как в него верят, значит, он не такой плохой? И какой груз ответственности ложится на него? Даже сегодня? Не подвести всех верящих в него? Ведь если что-то потом случится не так, допустим, даже не при его участии, то как будут смотреть на него люди, уверенные в нем? В общем, эта беседа меня немножко шокировала, поэтому я решил выпустить это видео. Фамилию своего собеседника раскрывать не буду, он сам ее раскроет при случае, если посчитает нужным. А напоследок я добавлю эпизод из художественного фильма «Гараж». Этот эпизод я просто забыл добавить в свое прошлое видео под названием... Я наставил! Вы достаточно наслушались, прихвостень правления. Да, мне нравится наше правление. Мне нравится руководство нашего института. Потому что я против анархии. Я за порядок и дисциплину. Я из большинства. На таких как я все держится. А для вас, самое главное, личные интересы. Будь, мол, у меня гараж. Остальное все пропади пропадом. Как раз у нас-то и не будет гаражей. Это частность, которая к общему делу не имеет никакого отношения. Вы знаете, вы совсем уже нахаживаете такое. Товарищи! Товарищи! Я предлагаю для пользы общего дела переизбрать правление. Правильно! Правильно! Да как это так? Опустите руки! Я этого не позволю! Так что это такое? Что это такое? Опустите руки! Позволь уже! Не только подвинься, друг! Подвинься! Я лягу рядом с тобой! Знак протеста! Какой маразм! То ли еще будет! В конце концов, вы председатель или рыба мороженая? Ну, голосуйте хоть что-нибудь! Что угодно! Ну, Господи! Сколько можно здесь сидеть? Уже 3 часа 10 секунд! Невозможно! Товарищи! Что за список, предложенный правлением, я прошу поднять руку. Кто воздержался? Я воздержалась. Нашелся хоть один полупорядочный, то слава Богу. Я не желаю участвовать в этом безобразии. Ну, что ж, товарищи, слава Богу, поздравляю! На этом вопрос, так сказать, закончен. Надо было и мне голосовать против. Конечно, это ни к чему бы не привело. Но я бы не чувствовал себя так мерзко. Испугался. Не кратите!